В этот день отмечался праздник иконы Божьей Матери Утолимой о печали. Имя этого образа носит заречная церковь в поселке Некрасовское. Приход в последние годы заметно увеличился, но 7 февраля храм едва смог вместить всех желающих. На престольный праздник сюда прибыл сам владыка со своей свитой. Икона Божьей Матери Утолимой о печали Икона Божьей Матери Утолимой о печали – один из почитаемых чудотворных образов. Предание сохранило память о чудесном исцелении женщины знатного рода, произошедшем в Москве во второй половине 17 века, в память которого церковь установила празднование иконе Утолимой о печали 7 февраля. А одноименный храм в Больших Солях был подстроен усердием и иждивением прихожан с 1839 по 1844 год. В отличие от остальных церквей, Утолимая о печали никогда не закрывалась и помогала православным землякам переживать самые трудные и страшные времена. Вся жизнь некрасовцев была связана с этим храмом. Он был свидетелем самых значительных событий. Здесь крестили детей, исповедовались и причащались, венчались, провожали в последний путь. Нынешний настоятель храма, протеерей Михаил Бучин, несмотря на молодой возраст, много сил отдает благоустройству церкви, окормлению паства и просветительской деятельности среди земляков. Приехавшие на праздник священники Ярославской епархии разделили с некрасовцами радость праздника. И на самом деле то, что сказано Господом, это вечная непреложная истина. И поэтому в сегодняшний день, когда церковь напоминает нам о том, что нужно было бы делать нам, чтобы оправдаться в очах Божии, будем об этом помнить. И что те нужды, которые есть вокруг нас, эти нужды не сошли со временем, а наоборот еще больше стали проявляться в сегодняшние дни. будем видеть тех людей, кто нуждается в нашей помощи. И не для того, чтобы в газетах написали, или чтобы рассказали об этом, а для того, а делать потому, что душа наша этого желает, помогать тем людям, кто нуждается в нас, кто нуждается в нашей помощи. А таких людей очень много. Если мы посмотрим вокруг себя, то увидим вот эту возможность, огромную возможность делать и помогать людям постоянно и каждый день. После службы взрослые и дети с удовольствием угощались блинами. Ровно через неделю после праздника начался ранний в этом году Великий пост. Редактор субтитров А.Семкин